приветствую тебя мой дорогой космонавт и ты смотришь понятные гайды по space engineers сегодняшняя тема нашего разговора это ворота да какие можно сделать ворота тема довольно короткая может быть там 10 минутная но давай приступим а ворота в этой игре можно сделать двух типов вообще их можно сделать много типов то есть вариации много как вы решите но вообще блоки ворот существует двух типов и давайте рассмотрим сначала первый в этой игре у нас есть особый вид блоков который называется дверные блоки вот я сейчас переключил панель инструментов на этот вид даже открою панель чтобы вам было видно так вот они вот здесь блок двери они так и называют блок двери край угол обратный угол и так далее довольно интересные блоки такие они из них можно делать большие двери различных ангаров и так далее и тому подобное тем сегодня я расскажу как их сделать на самом деле сделать не так-то просто как кажется на первый взгляд для того чтобы их сделать вот я поставил кнопочную панель из предыдущего гайда вы могли узнать про ротор и про кнопочную панель без них вам и кстати без поршни не тут нету варианта с поршнями я специально не сделал потому что поршни их сделать гораздо проще а вот ротору не так-то просто для того чтобы сделать подобные двери которые вот так вот раскрываются потом остаются вам надо будет разобраться научиться работать с этим с двигателем с ротором и двигателем с мотором короче вот и также значит отмечать на кнопочной панели то как они устроены и так начнем как я это умудрился сделать почему сегодня фиолетом ладно и я вот тут замаскировал этот блок ротора а точнее мотора и дело в том что сначала для того чтобы сделать вот подобные ворота которые раскрываются подобным образом вам сначала надо поставить ротор после того как вы его поставили вы начинаете собирать из блоков двери вот подобные вот плиты собственно говоря саму дверь само собой сейчас я покажу вот это угловая например блок двери угол это блок двери край то есть вот они вот это края это вот это вот край да то есть его можно по-разному вертеть это угол вот угол по-разному то есть тоже можете это естественно из них сделать вот такую вот дверь то есть вы первый угол прикрепляется ну первую часть которую хотите прикрепить к этому ротору прикрепляется к нему и получается собственно говоря вот собирается всю эту дверь но это еще не все как только в эту дверь собрали внимание идем настройки мотора идем настройки мотора идем тут двигатель или 4 под номером двигатель 4 оставил это тут значит тут надо смещение ротора делать на минус 25 если вы поставили справа то есть это зависит от того с какой стороны вы поставили вы можете либо плюс 0,25 либо минус 0,25 то есть вот на эту позицию вы ставите почему потому что изначально вот эта вот часть она держит эту дверь вам можно сказать что то есть ротор более выдвинут вперед и поэтому дверь смещена в эту сторону то есть тут даже можно как бы поиграться и еще более убрать то есть не на минус 25 она минус 30 давайте попробуем это сделать мне кажется в этом не будет ничего плохого так где здесь двигатель не минус 25 минус 30 хотя думаю не обязательно минус 30 короче минус 25 это достаточная величина вот вы не смотрите что эти двери то есть буквально насквозь прошивают эти блоки да это такой баг на самом деле но у этого есть своя задача то есть вот из обычных блоков вы не сможете обычные блоки прикрутить к ротору и сделать подобный ворот потому что это прерогатива именно вот этих вот блоков то есть они могут касаться обычных блоков не повреждая их на это не обращайте внимание потому что здесь была маленькая авария пока я настраивал вот вот как я говорил из прежнего гайда вам надо сначала найти нулевую отметку здесь нулевая отметка вот тут здесь вот наверху она вот она здесь и посмотрите внимательно как я выставил пределы у этого ротора сейчас покажу двигатель 4 вот посмотрите верхний предел 0 и как вы видели там 0 нижний предел я поставил минус 90 градусов сейчас мы увидим буквально вот видите здесь написано 90 градусов там 0 то есть он раскрывается буквально сюда и останавливается то есть на обратно то есть он двигается вот вниз сейчас вы это увидите получим все нажимаю а на кнопку я устанавливаю такую команду как ремерс он двигается закрывается и все так то есть ротор двигает воротами конечно можно поставить два ротора по обе стороны тогда надо быть очень аккуратным с настройками на самом деле надо повозиться объяснять это очень сложно потому что тут есть такое понятие как зеркальные трудности то есть вы пока в нужном месте подкрутите там 90 градусов или 180 градусов или то как вам будет удобно пока вы это будете настраивать вам придется немножко помочь ну таковы правила игры и кстати я забыл вам рассказать про особые блоки называется плоский стальной мостик ну это декоративный блок на самом деле вы им кстати можете маскировать например здесь можно маскировать почему нельзя маскировать сейчас я не знаю вот по идее а вот то есть можно маскировать роторы сами так что классненько будет выглядеть все и работать будет так что вот такие вот пироги вот эти ворота делаются таким образом таким нелегким образом и команда подается с кнопки на ротор в общем на реверс и смену позиции так что вот так у этих ворот есть один минус они не скажем не не герметизирует пространство вот эти вот ворот уже которые разработчики ввели уже они как раз таки герметизирует вот давайте у них даже есть определенный звук раскрытие видите эти ворота проделаны более профессионально и внимание эти ворота они очень прочные в отличие вот от этих вот которые могут разрушиться от ракет там быстро именно эти они по прочности как прочные блоки вот так что вот так такие вот типы блоков существует и я сейчас вам покажу там значит комментариях меня просили как это сделать как как выделить вот эти двери ангара и в множественном количестве и сгруппировать значит смотрите сюда для начала мы должны для начала мы должны перейти в панели управления найти в панели управления общие все герметичные ангарные двери выделить их клавиши shift то есть сначала нажимаем на первую зажимаем shift потом зажимаем на последнюю и выделяем все называем ее как-нибудь как вам хочется вот я тут назвал герметичной двери и жмем сохранить у вас вот появляется со звездочкой название герметичные двери и вот выделяется вот эти двери то есть вы сгруппировали сразу несколько блоков так как один блок сейчас я покажу а вот один блок он будет выглядеть как то вот так вот так вот он выглядит вот так и когда вы его ставите он показывает площадь до которой он будет раскрываться так что имейте ввиду и один блок ворот именно выглядит так то есть из них можно сделать дверь не обязательно то есть ворот из них также можно сделать дверь кстати можно сделать так чтобы он наполовину раскрывался наполовину так что как-то так и так сгруппировали мы эти самые одноблочные ворота заходим сюда в меню кнопки нажимаем не не выбираем сами вот эти вот иконки зажимаем группы так как мы создали группу этих блоков и среди групп группы мы выбираем и перетаскиваем сюда и тут есть позиция открыто закрыто то есть тут гораздо все проще чем с ротором то есть реально в последнее время я так понимаю вот эти вот двери они сживают себя потому что их неудобно делать их занудно делать кстати их можно также на поршнях построить то есть одна поршня сверху одна поршня снизу они выдвигают и задвигают но если честно это требует большого пространства это не очень выгодно в крайнем случае вот так на роторах которые кстати взрываются на больших скоростях почему так что на кораблях лучше строить вот такие вот ангарные двери и их не основная фишка кстати вот их не основная фишка в том что они очень прочные как я сказал и они герметизируют пространство то есть если вы хотите пространство загерметизировать кислорода добавить прекрасно вам полезно иметь такие вот ворота вот так что вот так вот такие вот и на этом все данный гайд следующем гайде мы поговорим как раз таки о кислороде и о герметизации я немного коснусь вот этих ворот впрочем все что можно было не сказать я уже сказал так что до следующих до скорых встреч дорогие друзья